МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я хочу напомнить, что в марте 90-го года здесь, рядом в колонном зале Дома Союза, состоялось собрание представителей трудовых коллективов Москвы, которые избирали депутатов Верховного Совета РСФСР. Десять с лишним часов провожалось это собрание, выступали представители, Ельцина проталкивали Верховный Совет всеми правдами и неправдами. Сидела мощная команда, которая до этого тренировалась в Америке и которая беспардонно зашикывала всех, кто выражал другую точку зрения. После пяти часов выступления вышел на трибуну молодой рабочий и сказал, я шел голосовать за Ельцина. Посмотрев все, что происходит, показав на Ельцина пальцем, сказал, если вам нужен новый Троцкий, то вот он, но это будет гораздо хуже и трагичнее. Ельцина протолкнули всего шестью голосами. Затем это же повторилось на заседании Верховного Совета, где примерно по той же схеме его пропихнули в председателя. И затем в течение почти года средства массоинформации либерального толка делали из Ельцина народного защитника. Ельцин пересел с Большого Зила на общественный транспорт. Он единственный раз в жизни проехал от метро Маяковского до Белорусского вокзала и больше никогда не садился в общественный транспорт. Он постоял рядом с своим домом у порога поликлиники, куда якобы стал на постоянный учет и даже не заходил в эту поликлинику. И затем протащили на президента Российской Федерации. Вот с этого начиналась наша общая трагедия, за которую мы с вами заплатили сумасшедшую цену. Хочу всем напомнить, что в этой думе состоялся импичмент Ельцина. Мы расследовали все его преступления и преступления его комарили в течение более чем года. В думе лежат 22 тома всех этих преступлений, где подробно описан весь ужас того, что творила эта команда. В нынешнем Ельцин-центре ни одной строчки и ни одной страницы на эту тему. Там вся история российского государства и советской страны представлена в виде мрака управляющих, которые не имели никаких данных, кроме господина Ельцина. Я хочу вам напомнить хронологию той трагедии, которая сегодня всячески замолчилась. Я уверен, что честные гурналисты рано или поздно расскажут об этом и покажут своим детям. 91-й год. Перечеркивается мнение граждан «Жить в единой стране». Запомните, народные референдумы – это закон, который не имеет срока давности. И сегодня воля граждан СССР «Жить в единой стране» остается священной для всех нас. Это привело к тому, что провели границы от Пскова до Краснодара по землям, где их никогда не было. К тому, что 20 миллионов русских бросили за этими новыми суверенными границами. Впервые в своей тысячелетней истории русский народ оказался самым крупным в мире разделенным народом. Впервые перечеркнули великую победу 27 миллионов тех, кто лег на полях сражений, защищая Единый Советский Союз. Призрели все наши потери, несмотря на то, что из всех могил, со всей планеты они требовали сохранить единую державу, за которую они сражались. Тогда было примерно 200 миллиардов долларов – это стратегические ресурсы страны, которые разворовали в 92-м году, они вместе с Гайдаром и аккомпанемент его правительства. Если посмотреть на производство, было убито 80 тысяч производств, и в стране появилось 10 миллионов беженцев. 93-й год – расстрел парламента, образцово-показательный, чтобы сломить волю граждан с сопротивлением. 94-й, 95-й год – война и бойны в Чечне, погибло 120 тысяч человек. 96-й год – в марте месяце Дума набралась воли, и наша фракция предложила денонсировать преступные беловеские соглашения. Дума проголосовала за это. На следующее утро сюда, в Думу, были введены войска, и только чудом удалось уберечь страну от нового кровавого конфликта и гражданской войны. Через сутки войска были выведены. Ельцин заготовил три указа о введении срезвычайного положения, разгона Думы и ареста примерно 400 человек народно-патриотических сил. 98-й год – дефолт, обрушены все финансы страны и обесценены все базовые производства. 99-й год – преданная Югославия, главный и единственный союзник в годы войны из европейских стран, которая не покорилась Гитлеру. Гитлер, тогда развязывая войну против СССР, заявил, что после победы на Восточном фронте каждого второго серба расстреляют, а каждого второго сошлют в Сибирь. 99-й год – отстранение правительства Примакова-Маслюкова, которые оттащили страну от края дефолта. Все это закончилось приходом нового президента. Мне казалось, что Путину удастся выбраться из этой грязной, вороватой Ельцинско-Гайдаровской колеи. Но тот бюджет, который мы будем рассматривать сегодня во втором чтении, свидетель, что, к сожалению, пока этого сделать не удалось. Хотя президент послания ставит задачу выйти через два года на темпы развития экономики на уровне мировых, тем не менее в бюджете нет ни одного показателя, который бы об этом свидетелись. Я вам подробно рассказал эту трагическую историю, потому что материалы импичмента сегодня просятся на странице газет и на экраны телевидения. Нам рассказывают о Ближнем Востоке, о Сирии, о Трампе, о всем на свете, об Украине без конца. Но почему бы не провести честные исследования этой преступной политики лихих девяностых и заявить всем, не может функционировать на теле страны так называемый Ельцин-центр. Уже и Никита Михалков показал пять раз, во что это убожище превращается и каким образом новое поколение людей, детей, прежде всего и молодежи, отравляет этот центр, где нет ни одного слова правды о русской, советской, народной истории, где, по сути дела, перечеркиваются великие завоевания всех государей, которые строили и развивали великую державу. Почему бы снова не поднять материалы выступлений депутатов? Самое удивительное, что все без исключения фракции в ходе двух дней импичмента, который проходил в мае 99-го года, все без исключения сказали преступник, надо обязательно наказывать и отстранять от должности. При голосовании спасли Ельцина ЛДПР, Жириновский вместе с своими соколами, здесь требовал, чтобы все поддержали Ельцина. От его фракции только один депутат отдал бюллетени нам и сказал, голосуйте, вы видите, стоят, охраняют урну, смотрят, чтобы никто к ней близко не подошел. По Думе бегали всякие мерзавцы, предлагали 20 тысяч долларов за каждый бюллетень, 5 бюллетеней было, судили по пяти позициям, по Беловежью, по расстрелу парламента, по Чечне, по разрушению базовых отраслей производства, по русофобии, по уничтожению военно-промышленных комплексов. Вопрос по Чечне не добрал всего 17 голосов, 283 депутата сказали преступник, надо отдавать под суд. Я не злобный человек, но я хочу, чтобы страна знала правду и отмечая 25 лет своей трагедии помнила все нынешние наши беды, и экономические, и социальные, и моральные, и душевные, и геополитические. Все унижения, которые мы испытываем, санкции растут оттуда. Когда Ельцин из Беловежья позвонил в Бушу и доложил, что они на троих разделили великую страну, те задумались, потому что до этого Ельцин приезжал к ним. Они поселили его в стеклянном доме. В этом доме было все видно и слышно. Все шкафы наполнились спиртными напитками. И когда увидели, как вся эта команда нажралась до чертиков, то сами закачали головой и испугались, как бы ядерный чемоданчик не попал в такие руки. Он к несчастью и трагедии тогда попал. Но та трагедия, к сожалению, продолжается сегодня. К кровопролитием на Донбассе, разрушением Югославии, разрушением и уничтожением древнейшей культуры в Ираке, уничтожением Ливии и попытками раздавить нашего стратегического союзника на Ближнем Востоке Сирии. Оттуда растут наши беды. И пока мы не осознаем, что надо подвести жирную черту под этой преступной политикой. Надо подвести черту под так называемым трагическим десятилетием, лихими девяностыми. Надо рассмотреть тот пакет законов, который представил Степашин о приватизации за 10 лет, где лучшие предприятия страны под диктовку ЦРУшников Чубайс продал меньше 3% реальной стоимости. И в казнении оказалось денег ни на пенсии, ни на стипендии, ни на развитие страны. Мы должны быть честны перед историей, тем более отмечаем 25-летие. За 25 лет с 2020 года по 1945 мы прошли великую историю. Мы за это время отстроили лучшие заводы, создали лучшую науку, лучшую социальную систему. Мы сумели победить фашизм и стали быстро восстанавливать страну. За следующие 25 лет мы покорили космос, мы создали ракетно-ядерный паритет и стали супердержавой в мире. За эти 25 лет мы пока корчимся в тех границах, которые начертало преступное Беловежское соглашение. Мы пока не вылезли из социального и финансо-экономического кризиса. Мы по-прежнему с тревогой смотрим завтрашний день. Но чтобы уверенно смотреть, надо сегодня выговаривать правду и реально подводить итоги того жуткого и страшного преступления, которое было совершено Беловежье.